Добрый день! С вами Юрий Гетцберг. Пифагор и видеонаблюдение. Что общего? Казалось бы, что такого особенного можно отыскать в знаменитых пифагоровых штанах именно для видеонаблюдения? Оказывается, можно. Вот наскальный рисунок первой видеокамеры. Как известно, фокусное расстояние объектива вычисляется по формуле, где F – фокусное расстояние объектива, L – расстояние до объекта наблюдения, B – ширина матрицы видеокамеры, P – горизонтальное поле зрения. Аналогичная формула имеется и для расчета по вертикальному полю зрения. Существуют самые различные методы определения фокусного расстояния объектива, в основу которых положена данная формула. В моей книжке указаны графические методы, а вот таблицы, которые я рассчитал, используя эту формулу. На основе указанной формулы изготавливаются и картонные калькуляторы. Кстати, взгляните, насколько удачно подобные калькуляторы используются компаниями в качестве рекламных носителей. Вон их сколько. Хотя я уверен, что рекламные видеоролики – это всё-таки несравнимо круче. Но это так, между прочим. Данная формула применяется и в простейших онлайн-калькуляторах, а также в специальных компьютерных программах. Резюмировая, можно сказать, что это хорошая, удобная формула. Но, как там у Аркадия Гайдара, и всё бы хорошо, да что-то нехорошо. Как правило, в указанной формуле для расстояния до объекта закладывается значение, измеренное по горизонтали. Впрочем, а как может быть по-другому? Ведь мы же ходим по земле, по полу, по горизонтальной поверхности, поэтому измеряем расстояние по горизонтали. Потому-то и расстояние от видеокамеры до объекта наблюдения кажется вполне резонным измерять по горизонтали. Однако, всё это справедливо, лишь когда видеокамера и объект наблюдения расположены на одном уровне. Например, так устанавливается камера видеодомофона. Такой же принцип иногда используется при считывании автомобильных номеров. Однако, чаще всего видеокамера крепится выше объекта наблюдения, и в этом случае расстояние до объекта оказывается большим, чем измеренное по горизонтали значение. Чем это чревато? Тем, что мы можем допустить ошибку при расчёте фокусного расстояния. Допустим, мы хотим наблюдать какую-то входную дверь или створ ворот. Измерили по плану или прямо на объекте расстояние до места установки видеокамеры. На основании этого рассчитали значение фокусного расстояния объектива. Выбрали объектив, смонтировали видеокамеру. И уже на экране монитора обнаруживаем, что реально это поле зрения оказалось существенно больше рассчитанного. Что угол зрения намного шире. То есть на экране видны не только сами ворота, но и значительная часть забора. А ведь изначально мы хотели максимально подробно видеть ситуацию именно в створе ворот. Значит придётся менять объектив на более длиннофокусный. Хорошо, если у нас объектив с трансфокатором. Настройкой можно скорректировать полученную неточность. А если регулировки трансфокатора не хватит? Не лучше ли правильно сориентироваться ещё до монтажа системы? Конечно, для определения фокусного расстояния непосредственно на объекте существуют оптико-механические и электронные видоискатели. Можно также использовать тестовый монитор с видеокамерой и набором объективов. Но ведь на этапе проектирования бывает не слишком удобно забираться на столб или на стену. А что делать, если проектируется в виде системы для объекта, который находится в другом городе или вообще ещё не построен? Вот тут-то, для уточнения наших расчётов, нам на помощь и могут прийти те самые пифагоровые штаны. Нас ведь интересует реальное расстояние до объекта наблюдения L. Поэтому в данном случае это расстояние надо измерять не по земле, а по воздуху, то есть по гипотенузе треугольника. И это довольно просто. Расстояние по земле А мы знаем, предполагаемую высоту установки H, видеокамеру, мы тоже знаем. Отсюда, по теореме нашего, со школьных лет любимого пифагора, получаем. Вот это значение расстояния до объекта. И нужно подставлять формулу для фокусного расстояния объектива. Однако задумаемся, так ли уж существенно данная поправка. А вот это уже зависит от соотношения между А и H. Если высота установки H мала по сравнению с расстоянием до объекта А, то, конечно, поправкой можно пренебречь. Но если это не так, то в общем случае, во сколько раз нужно увеличивать фокусное расстояние? Востолько же, во сколько L больше, чем А. Вычислить поправочный коэффициент достаточно просто. Вот некоторые значения коэффициента K и построенный по ним график. Видим, что когда высота установки видеокамеры H равна расстоянию до объекта А, прямоугольный равнобедренный треугольник, то фокусное расстояние нужно увеличить на 41% по сравнению с тем, когда учитывалось только А. Рассмотрим пару примеров. Допустим, видеокамера устанавливается на столбе на высоте 3 метров, чтобы наблюдать за воротами, удаленными от нее на расстоянии 25 метров. В этом случае расстояние до объекта наблюдения равно 25,18 метра. То есть разница по сравнению с А равным 25 метрам, прямо скажем, несущественная. Возьмем другой пример. Нужно установить видеокамеру на высоте 2 метров, чтобы наблюдать за дверью на расстоянии 3 метров. В этом случае L равно 3,6 метра. Видим, что реальное расстояние до объекта возросло на 20%, а это уже не так мало. Значит, на 20% нужно увеличить и фокусное расстояние объектива. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о пифагоровых штанах, а точнее об использовании теоремы пифагора при проектировании систем видеонаблюдения. И напоследок добрый совет. В своей повседневной жизни мы привыкли перемещаться на плоскости, двигаясь от одной точки до другой по катету. Но когда мы хотим приподняться над обыденной жизнью, тогда нам придется расстояние измерять гипотенузами. Понравилось? Пожалуйста, не забывайте лайкать мои видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!